привет сегодня дегустация и история дегустация шу пуэра гунтин старый чай 2014 года от манхайской фабрики да и и чай называется крепкая заварка чай приготовлен на территории той самой фабрики где 50 лет назад группа специалистов впервые изобрела рецепт шу пуэра я буду тестировать чай попью его сделал несколько завариваний и пока буду заваривать и пробовать чай на вкус я расскажу про историю чайной фабрики которая как мне кажется заслуживает внимания и после я сделаю расскажу про свое ощущение и про чайный вкус и так в 1940 году когда в китае началось активное развитие чайной индустрии воссоздание чайной индустрии решили построить чайную фабрику на территории уезда фухай уезд фухай находился в юнане в тот момент в китае была не очень благоприятная обстановка шла война с японии только что прошла революция и юнань тогда в тот период кстати было одним из первых регионов который перестал подчиняться императорскому двору последний последний императорской династии цинь из-за всех вот этих вот сложных ситуаций с войной в 1942 году фабрику пришлось остановить и заморозили производство и всю деятельность на целых 10 лет за этот период времени в 1949 году произошло основание китайской народной республики к н.р. это случилось 1 октября 49 года и в 1950 году провинция юнань официально вошла в состав к н.р. провинция юнань это юг китая это достаточно горный регион аграрный сельскохозяйственный регион где сегодня проживает почти 50 миллионов человек и провинция юнань это граница с мьянмой лаосом и вьетнамом провинция юнань является очень важным с точки зрения чаеводства регионом потому что именно отсюда с провинцией юнань началось вообще развитие всей чайной промышленности и так в 1952 году после того как ситуация в стране более или менее началась налаживаться вновь возобновили деятельность на чайной фабрике тогда еще чайной фабрике фухай и в 1953 году случилось переименование уезд фухай переименовали в уезд мэн хай и чайная фабрика начала называться мэн хайская чайная фабрика фабрика была полностью государственной как и все в китае на тот период времени с этого периода фактически началось активное развитие мэн хайской чайной фабрики и в 1973 году на территории фабрики группа специалистов инженеров и чайных мастеров впервые придумала изобрела и приготовила шу-пуэр фактически с этого периода времени начинается вся история шу-пуэра и кстати сказать тут группу которая участвовала в разработки шу-пуэра входил один из наверное на тот момент самых титулованных чайных деятелей дзоу бин лян который впоследствии основал хайваньскую чайную фабрику тоже очень важную фабрику по пуэром но они мы поговорим отдельно итак в 73 году группа создает шу-пуэр и начинается активное развитие этого чая после 1989 году манхайская чайная фабрика регистрирует бренд да и тот чайный бренд который на сегодняшний день является основным продолжает свое существование восемьдесят девятом году происходит регистрация бренда и в девяностых начинается приватизация фабрика становится полностью частной и приобретает своего нынешнего собственника уже сейчас 2004 году на сегодняшний день манхайская чайная фабрика да и это огромное производство которое находится на территории более 200 гектар это огромная площадь фабрика рассчитана на способна произвести до 20000 до 20000 тонн пуэра мощности позволяют производить чай да в таких именно количествах и это наверное самая поэрная фабрика в китае да и в целом мире естественно и что немаловажно сейчас большая часть всего старого шу-пуэра всего коллекционного шу-пуэра который существует в мире и у коллекционеров наверное большая часть из этого чая как раз таки произведена на фабрике да и конечно же за 50 лет с того момента технологии на фабрике очень сильно изменились и производство шу-пуэра сегодня происходит механизировано автоматизировано то есть максимально пытаются убрать человеческий труд но при этом конечно же самым основным и самым кропотливым остается сбор чая чай который собирают в чайных садах манхайской чайной фабрики более 4000 гектар собственных чайных садов и все чайные сады расположены в округе в автономном округе сишуаньбаньна это самый поэрный автономный округ в юнане это то самое место где сосредоточена самая большая популяция древних чайных деревьев сама технология полностью механизирована как я уже сказал и чайный лист подается уже в конвейерах уже на именно на этом производстве приготовление шу-пуэра это не разваливание в кучах а это уже ферментация и брожение в специальных резервуарах бродильных то есть сегодня это уже прям конкретное технологическое производство фабрика кстати в 2010 году получила статус основного чайного поставщика на 16 азиатских играх 16 азиатские игры они проводились гонжоу это достаточно сильное мероприятие достаточно крупное мероприятие потому что это как олимпийские азиатские олимпийские игры и в 2010 году там участвовал 45 стран и вот манхайская чайная фабрика была основным так сказать чайным спонсором а это такой достаточно серьезный титул сегодня фабрика это уже некий холдинг то есть она входит в структуру бизнес структуру и в этой бизнес структуры есть гостиницы есть ресторанный бизнес и сегодня более двух тысяч магазинов авторизированных и франчайзинговых магазинов от именно бренда до и работают по азии представительства и филиалы этой фабрики есть и во вьетнаме и в некоторых других азиатских странах кроме того представительства есть и на острове тайвань магазины фирменный магазин фабрики да и можно встретить в аэропортах китая это конечно же сегодня большое производство фабрика ежегодно выпускает несколько сотен пуэров и создание фабрики фабрика очень много внимания сейчас уделяет именно микробиологии изучение микроорганизмов то есть проводятся лабораторные исследования микроорганизмов которые участвуют в процессе брожения то есть вот этой ферментации и длительного брожения чайного листа это уже не просто рецептура не просто какое-то кустарное производство это уже лабораторные исследования и фабрика на это выделяет достаточно серьезные ресурсы в основном пуэр который они производят сегодня это прессованный пуэр чаще всего это блин 357 грамм существуют еще и 100 граммовые блинчики и кирпичи 250 граммовые у меня на столе сейчас лежит еще один представитель это 100 граммовый блинчик то есть форматов этого чая очень много но в данном случае мы пьем чай рассыпной гунтин из которого в принципе фабрика могла спокойно сделать в том числе и прессованный чай и это часто происходит но потребитель во всем мире привык привык видеть прор именно прессованным поэтому фабрики все чайные фабрики в большей большинстве своем они производят парами на прессованный но тем не менее рассыпной пуэр это тоже очень высококачественный пуэр значит возвращаясь к этому чаю чай старый чайный лист цельный это молодой листик без без крошки то есть вот сейчас я сливаю чай даже без сито здесь нет никакой крошки здесь нет никаких включений чай кстати не черный после первого проливки я продержал его буквально там секунд 10-15 чай уже дал какую-то резкость и вот само название крепкая заварка она его и характеризует чай не зря так называется он резкий с небольшой горчинкой есть такой объемный вкус сухой чай пахнет старостью естественно потому что он 2014 года кстати вот нам на банке сзади написано 2014 год пятый месяц шестое число это дата именно производства чая то есть чай мог быть упакован полгода назад там или год назад мог быть месяц назад упакован но производство чая это основная дата то есть вот этот получается чай 14 года чай старый и во вкусе это чувствуется и при заваривании это слышу аромат очень насыщенный он отдает уже такой приятной старинкой есть небольшое такое кисловатый послевкусие но тем не менее но ни в коем случае не отталкивающая она приятная и потом переходящая сладость сухой лист даже мне показалось немножко пахнет где-то там есть сухофрукты как будто бы груша дичка такая такой далекий запах но чай в целом объемный мне очень понравился его не стоит делать черным густым потому что он будет достаточно горький ну кто гоняется за этим в принципе этот чай из этой серии резкий острый приятный такой терпкий чай я выпил уже допиваю вторую банку то есть это не первая моя дегустация я выпил его уже много и по опыту могу сказать что на литр кипятка где-то я использовал 8-10 грамм это в моем чайнике было примерно 6 проливов то есть чай выдерживает 6 проливов в чайнике объемом 150 200 миллилитров в целом по чаю полный зачет очень вкусный и очень достойный чай для своего бренда фабрики да и пейте вкусный чай заваривать и правильно всем пока